Тимофеевна, дорогие друзья, дорогие товарищи, 1-4 день Тимофеевна, я от молодых динамовцев, хотя сложно себя уже в этом возрасте относить к молодым динамовцам, но все-таки по отношению к Ивановичу, наверное, я имею право так сказать, хочу вас поздравить, всех нас поздравить с днем рождения Льва Ивановича Яши. О Яшине можно говорить много, мне повезло в моей жизни, потому что первый раз по телевидению в переполненной коммунальной квартире я увидел игру Яшина в 1960 году, когда наша сборная, сборная Советского Союза, впервые, надеюсь, не последний раз в своей истории, стала чемпионом Европы. Затем выдающиеся матчи со сборной мира в Англии, где Яшин играл так, как не играл, пожалуй, никто. Крайне мере на моей памяти, она все-таки у меня еще присутствует. Игра за любимое Яшинское Динамо. Я, честно говоря, немного знаю футболистов в истории отечественного футбола, советского, российского, которые бы начали играть в Динамо, и в Динамо закончили свою игру. Поэтому, когда приезжаешь в любую страну мира, и когда говорят о советском, а теперь российском футболе, то, скорее, на меня не обижаются болельщики других клубов, в том числе Майородного Ленинграда, советский футбол – это Динамо и Яшин. Это Яшин – Динамо. И не только потому, что Лех Иванович создал новую школу вратарского мастерства. Те, кто с опытом, и особенно наши выдающиеся футболисты, которые стоят здесь, и наши вратари, и Николай Гонтарий, и Володя Перегуй, а теперь, надеюсь, надолго ставший и будущий, я думаю, лучший вратарь нашей страны Антон Шунин, не дадут мне соврать, что Яшин делал так, что мяч постоянно летел к нему. И у него была прекрасная поговорка – если вратарь ловит мяч на месте, значит, он выбирает правильную позицию. Яшин первым в истории советского футбола, европейского, играл на выходе. Он выходил на 20-30 метров, кто помнит. И Яшин руководил всей командой. Кроме того, Валентина Тимофеевна, наверное, лучше это знает и скажет. Яшин был просто великолепный человек. Советский офицер, коммунист, настоящий патриот своей родины. И несмотря на то, что ему многие завидовали, Валентина Тимофеевна, и мешали, и снимали, Яшин никогда не ломался. Я очень рад, что сегодня некая историческая справедливость расширствовала. На доме, где семья Яшиных проживала с 1964 года, будет установлена памятная доска. Я очень рад, что в двух городах бывшего Советского Союза, в городе Таятия, совсем недавно в городе Грозном, появились улицы Льва Ивановича Яшина. Я думаю, что и Москва созрела к тому, чтобы улица имени Яшина была в этом городе, который был родным для Льва Ивановича. Ну и, пользуясь случаем, я бы очень хотел пожелать, чтобы воротарская школа Яшина была в нашей стране лучшей с точки зрения футбола, с точки зрения европейского футбола. И, конечно, еще раз, пользуясь случаем, я хочу пожелать Антону Шунину, по крайней мере, в понедельник с Рубином не пропустить. И, я думаю, лучший подарок, Валентина Тимофеевна, я вас приглашаю на футбол в понедельник, будет победа московского «Динамо» над Рубином. Яшин бы нас за это поблагодарил. С днем рождения, Олег Иванович! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ